Амбиции и аппетиты политического руководства Казахстана растут из года в год. На этот раз они отправили в глубокий интеллектуальный нокдаун претензиями на проведение Всемирного нефтяного конгресса. Этот конгресс по аккреативной задумке должен в рамках Всемирной выставки Эксу-2017 пройти в Астане. Известный политик и автор ежедневных сетевых постов Амежан Касанов ищет логическую цепочку. Никакой логики нет. Это противоречие друг другу. Нефтяной конгресс – это организация, которая основана на том, что надо разрабатывать недра, нефть, в том числе, естественно, с большими экологическими последствиями. И попытка вогнать туда этот конгресс в Эксу-2017 главным девизом, который президент провозгласил – зеленую экономику, это смешно. Цель и задача казахстанской части Экспо – это возобновляемые источники энергии и отказ от сырьевой зависимости. Политолог Досим Садпаев рассуждает о бурной деятельности отечественных чиновников и делится мнением, почему казахстанский эстеблишмент не сможет в обозримом будущем дать зеленой экономике зеленый свет. Даже в заявлениях многих чиновников, говоря даже о создании зеленой экономики, они везде по текстам говорят о том, что, несмотря даже на это, в течение определенного периода времени нефтегазовый сектор будет играть ключевой роль. Ведь получать нефть и продавать ее намного легче и быстрее, правильно, да? Чем создавать абсолютно новую инновационную экономику, которая требует больших ресурсов, длительного периода времени, и самое главное – некоррупционного сознания. Впрочем, удастся ли Астане органично выстроить в Экспо-2017 Всемирный нефтяной конгресс – это вопрос вопросов. Ведь за него государству придется еще поспорить с США, Данией и Турцией. И это, как говорится вам, не просто слать послания и распространяться в масс-медиа о состоявшемся конкурентоспособном Казахстане.